Сотрудничество Пекина и Белграда резко активизировалось в начале десятилетия. Немалую роль в этом сыграл богатый опыт Кеннер в строительстве инфраструктуры, столь необходимой балканской стране. Китайские компании смогли показать свои возможности при строительстве моста через Дунай. Он разгрузил дороги сербской столицы и стал символом дружбы между двумя странами. Подробности в продолжении выпуска. Второй мост через Дунай в Белграде ждали еще с конца прошлого века. Первый построили 70 лет назад, и его пропускная способность давно отстала от требований времени. Проблемой стали даже не постоянные пробки, а тот факт, что любая авария на несколько часов изолировала расположенное на разных берегах района. В 2011 году Китай предложил исправить ситуацию. Строительство продолжалось три года, и наконец в 2014 Дунай пересек современный полуторакилометровый мост, получивший имя сербского ученого Михаила Пупина. Он соединил исторический район Нового Белграда Зимун и Борчу, другой район на противоположном берегу реки. На открытие приехал глава правительства КНР Ли Кэцян. Глава сербского правительства сказал, что этот мост стал символом дружбы между нашими Китаем и Сербией. Наш премьер Ли Кэцян его полностью подержал. Пупинов мост стал первым крупным проектом Китая по строительству инфраструктуры в Европе. Теперь он визитная карточка китайских компаний. Мост сократил время движения из одного района Белграда в другой с более чем часа до 10 минут. Это сразу же отразилось на городском развитии. На этом сотрудничество Сербии и Китая в строительстве инфраструктуры далеко не закончилось. Несколько крупных проектов уже сейчас находятся на этапе реализации и их список наверняка визита председателя Си Цзиньпина. Си Цзинь, Си Ци Тиви.